Вот уже 16 лет на концертной площадке учреждения, которая ассоциируется с классической музыкой, фраком и серьезным лицом, проходит международный джазовый фестиваль. Джаз, хоть и невероятно сложный и требующий глубоких знаний и отточенной техники стиль, все же не терпит ханжества и напускного пафоса. В стремлении привить Владивостоксам вкус к джазу в Приморской краевой филармонии провели специальную пресс-конференцию. Там рассказали о планах на новый 81-й концертный сезон, в течение которого ожидается и джазовый фестиваль, и много чего интересного. Например, концерт пианиста с мировым именем Владимира Овчинникова. Сюда смог доехать вот только сейчас в связи, конечно, с загруженностью своего расписания. Это передвижение существует уже достаточно давно, и главная цель этого дела заключается в том, чтобы ездить в далекие точки нашей необъятной Родины с такими культурными программами. Концерт Владимира Овчинникова состоится 27 сентября. Следом за ним гостей ждут на юбилей филармонии. Как ни крути, 80 лет – возраст солидный. Потому и программа нового концертного сезона полна сюрпризов. В сентябре уже отгремел джазовый марафон, далее – международный фестиваль культур стран АТР. Ну и, конечно, вишенка на музыкальном торте – джазовый фестиваль, также не признающий географических границ. Год от года он развивается, и вот вновь придумали что-то новенькое. В этот раз инновации касаются поощрения музыкальных джаз-бендов. Приз зрительских симпатий мы проводим в шестой раз. Это та номинация, которую определяет публика, пришедшая на концерт. Слушатели, приморские слушатели, которые, как мы уже надеемся, за 16 лет существования джазового фестиваля уже представляют, что такое джазовое искусство, и могут оценить его, выбирают самую лучшую, понравившуюся им команду. В ходе конференции озвучили свои планы и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Дмитрий Бутенко и другие, не менее важные гости. Обо всем подробнее можно узнать на сайте филармонии или в буклетах. Ну а восьмой канал продолжает следить за музыкальной жизнью Дальневосточной столицы. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.